Дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Всех рад видеть очень. Слушайте, эта штука болтается, так противно. Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня говорим о, я думаю, интереснейшей философской традиции. Философской традиции, вы сами увидите, без которой совершенно невозможно правильно, глубоко понять и христианство, и даже Новый Завет. Философской традиции, которая, по определению одного из исследователей Арнольда, была душой Римской империи. В стрицизме Римская империя обрела свою душу. Что же такое стрицизм? Откуда он взялся? Стоицизм – это одна из... Это более позднее, чуть более позднее, чем эпикурейство и кинизм – традиция греческой философии. Она складывается, начинает складываться около 300-го года до Рождества Христова. Она объединяет в себе ранее никогда не объединяемые вещи. Она объединяет в себе, разумеется, научные знания и любовь к строгости мысли греков. Она объединяет нравственные и религиозные традиции семитской культуры и строгие логические, юридические практики римского государства, римского права и римского образования. Как же это могло произойти? Понимаете, вы уже помните по прошлой лекции, что после походов Александра Македонского, я напомню, что это примерно 35-32-й год до Рождества Христова и создание, в общем-то, всемирной империи, эллинистической империи, потом группы государств. После этого изменилось место человека в мире. Греческий человек потерял свою гражданственность. Он, конечно, остался гражданином Полиса, и Полис сохранил некоторые свои права, но уже это были не абсолютные права. Над ним возвышалась огромная монархия. Или селивкидов, или логидов в Египте, или пергами. И в той же Македонии. И человек искал нового объяснения места своего бытия. И это был грек. Грек, который привык размышлять. Он не привык просто подчиняться воле обстоятельств. Он привык сознательно находить свое место в мире. И так сложились и философия кинизма, и философия сада, которую создал Эпикур. Ну вот, около 300-го года в Афине прибывает молодой философ, молодой человек, которому где-то 24 года. Это Зенон из города Кития на острове Кипр. Китий – это было долгое время финикийская колония на острове Кипр. Не греческая, а финикийская. Вот весь остальной Кипр был греческим, а вот этот кусочек юго-восточного побережья, где был Китий, он был финикийским. И финикийский – это значит не только сама по себе финики, но и другие ханаанские области, и Сирии, и, конечно, Палестина. И Зенон был безусловно… Его называли в Афинах, потом, когда он туда приехал, его называли финикийчиком. Вот, молодой человек. А он был, безусловно, семитом, и очень, возможно, я предполагаю, что, скорее всего, был иудеем. Но не иудеем, иудаистом, в узком смысле слова, а человеком, иудаистической культуры, иудейской культуры. История такова, что его отец был богатый торговец пурпуром. И, кстати, имя отца Моносия как раз говорит о том, что, скорее всего, он был евреем. Он привез как-то из своей торговой поездки мальчику, юноше, афинские книги, сократические книги, сократиков какие-то, списки. И после этого юноша совершенно влюбился в Сократа, в Платона, вот в эту афинскую академию, и мечтал только о том, чтобы приехать учиться в Афину. Он приехал в Афину, я уже сказал, около 300-го года. Сначала обратился к киникам. Он учился у киника Кратета, кое-чему научился. Кратет над ним подиздевывался здорово. И ему, он-то его финикийчиком и называл. И юноше, видимо, с сильным нравственным чувством было неприятно. Полное отвержение общепринятой морали киниками, их такой эгоизм, каждый сам себе судья. В общем, он в итоге уходит от них. И он не принимает атомарного материализма Эпикюра. И учится у академиков. Очень увлекается Гераклитом. Читает старого Гераклита, уже давно, естественно, умершего Гераклита. Его произведение восхищается им. Идея огня станет и у него очень важной. А у академиков он тоже берет немало, но не принимает основного принципа Платона и Аристотеля о двойственности мира, о материальной и духовной природе мира. Это он не принимает. Так же, как у Эпикура, он не принимает тоже атомарную его теорию и говорит, что мир может делиться, любая вещь может делиться до бесконечности. Также в нравственном плане молодой Зенон не принимает идею того, что благо – это удовольствие. Он говорит о другом, что благо – это апатия. Апатия, мы используем это слово неверно, как вялость, сонность, совсем другое слово. Патия – это болезнь, недуг. Естественно, это безболезненность, это отсутствие страданий, когда эмпатия – приятная тяга к чему-то доброму, а апатия – это отсутствие страданий. И вот Эпикура, и вот Зенон, вот эти принципы начинает сам проповедовать. Он в 311 году, простите, значит, около 300-го года он приезжает в Афины, и где-то через 11 лет он основывает собственную школу. Он говорит о том, что главная цель, главная цель – это достижение того, что мы бы назвали гармонией. Гармонией. Он называет это амология или гомология, там первопридыхательная г. Амология. Гармония в мире и человеке. Вот это самое главное. Сначала его учеников звали зенониками, по аналогии с эпикурейцами. Но поскольку они выбрали для встреч так называемый расписной портик около самого афинского Акрополя, стоя Пупойкили, стоя – это портик, то их стали называть философами портика, философами стои, стоа – портик. Я, кстати говоря, могу предположить, что таким очень косвенным образом слово стоя связывает с таким образом с нашим словом стойкий, потому что портик, возможно, стоящие колонны связаны со словом стасис, стасис – латинское статут, то есть стоять. И через это приходит и славянское слово стойкий, стойк. То есть непосредственно слово стойк и стойкость – это одно от другого слова не происходит, но у них одни индоевропейские, возможно, корни. Зенон начинает учить. Первая его работа очень характерна – полития, то есть политическое устроение. Основная его идея сразу – человек не гражданин города только, но гражданин мира. Вот в этом только очень важно. Понимаете, вы помните, что эпикурейцы говорили о том, что города нет, есть только весь мир, киньки вообще отрицали всякую государственность. Зенон этого не говорит. До конца своих дней он требовал, что его именовали выходцем из Кития. И когда его похоронили с великими почестями около афинского Акрополя, а, кстати, умер он глубоким стариком до 98 лет, когда его похоронили в полной ясности ума, говорят, что он накануне смерти, в день смерти, он шел в храм совершать жертвоприношение, оступился и сказал, ты меня, говорит, уже зовешь? Ну, я сам, говорит, иду. И после жертвоприношения пришел домой и спокойно умер. Так вот, он попросил в предсмертное желание, чтобы написали, что здесь похоронен философ Зенон из Китии. Из Китии. И в Китии он всегда отправлял деньги, там какие-то деньги у него были, он был довольно зажиточный человек, на различные социальные нужды города. То есть это особенность стоиков, это не просто такой, это принцип того, что да, мы граждане мира, да, все люди равны, мужчины, женщины, варвары, греки, из всех городов, рабы свободные, все равны, все люди. Это принцип стои. Но при этом ты должен выполнять свои обязанности. Вот этим он отличается от и покурейцев, и уж тем более от киньков, ты должен исполнять все свои обязанности. Обязанности горожанина, потом городские магистратуры, городские налоги, все это. Обязанности семьянина, семья, дети, все, ты их должен учить, ты должен о них заботиться, там, дочерей выдавать замуж, как это было принято в Греции. Вот. Ты должен во всем, в своем хозяйстве, в отношениях к делу, любому, ты можешь заниматься любым делом, ремеслом, сельским хозяйством, политикой, ты можешь быть землевладельцем, у тебя могут быть рабы, арендаторы. Вопрос не в том, что ты не можешь чем-то заниматься, ты должен этим заниматься правильным образом, правильно относясь к другому человеку, как к равному тебе и не менее ценному, чем ты сам. сам. Но он специально в своей политии пишет не о политии, как вот Аристотеля, а финской там, или какой-то другой, а о политии вот этой урании, всемирного, небесного города, то есть всемирного. Почему? Да потому, что есть общие для всех людей законы, есть общие для всех людей принципы. Они связаны с природой, физис, а не с договором, как законы города. И здесь мы опять видим, конечно, вот это семитическое основание Зенона. Понимаете, для грека вот этот прорыв, понимаете, он был очень сложен. Или, или, или для обычного грека город, или для уж такого все узлы разрубающего отрицателя, как там, не знаю, Диоген Синопский, главный идеолог кинизма, или Эпикур, или вообще откажись от города. Нет, он находит этот золотой путь, что, да, всемирный, Бог над всеми. Бог над всеми, и перед ним все равны. Но есть твой город, заботься о нем, но заботься и о всем мире. Это потом будет очень интересно иметь последствия. Он говорит, что в этом городе не должно быть храмов и изображений божества, так как это неблагочестиво. Ну, вы сразу узнаете семитского. Храм-то должен быть один в Иерусалиме, да? Вот. Он, я думаю, не, этот самый, не ортодоксальный иудей, но все равно он говорит, что не нужны ни храмы, ни изображения божества. Вот. А что нужно? Не нужны жертвы, ибо богам, богов не задобрить дарами. Не нужны суды, чтобы граждане не занимались сутяжничеством друг с другом. не нужны и гимназиумы, простите, Максим, потому что люди должны упражняться в доблести, а не в бесполезных гимнастических упражнениях. Не должно быть различий между женщинами и мужчинами, социальных различий, ибо все перед богом равны. Перед богом равны. Важны не тела, а души, и любовь да пребывает во всем. Вот это основные первоначальные тейсы. Я потом, чуть позже, разверну доктрину. Доктрину стои. Нам ведь на самом деле довольно сложно сказать, кто из стоиков что сказал. Тоже очень важный момент. Дело в том, что тот же Эпикур, он дал основание своего учения и потребовал, чтобы его транслировали. Он сам много писал, транслировал, но он не позволял его менять. Эпикуризм, как вот был сказан Эпикур, он так и остался. И тот, кто менял, становился раскольником. У Зенона и у стоиков совершенно другая позиция. Совершенно другая позиция. Зенон призывал, чтобы его учение лишь некоторый взгляд на бытие. Каждый может его ученик развивать как угодно. Вот гуляя по этому портику стои, каждый ученик мог сам строить свои принципы. Поэтому стоическое учение, оно очень динамично. У него есть основные позиции и в них не все стоики согласны. И мы не можем сейчас точно сказать, у нас не дошли произведения самого Зенона в его авторские произведения, как Платона, скажем. И вообще всей ранней истории произведений почти не дошло. Остались очень небольшие фрагменты. И сейчас ученые гадают, какие взгляды кому принадлежат историков. Но то, что это стоические взгляды, вот ранней истории, это совершенно понятно. С продолжателем, да, кстати, вот этот портик около Афинского Акрополя, он ведь прославлен, он ведь прославлен апостолом Павлом. В знаменитом, в знаменитой 17 главе Деяний, где апостол Павел в Афинах, он говорит, что он, говорит, проповедовал в храме, а также ходил на площади и беседовал с эпикурейскими историческими философами. То есть, это тот самый портик, вот это стоя, где шли занятия Зенона. Кстати, до этого этот портик назывался поэтическим, потому что лет за сто до Зенона, как раз во времена Сократа, там собирались поэты и читали свои стихи, а теперь собираются философы. Его ближайшие ученики Персей из Китюма, из того же самого Китюма, из которого происходит сам Зенон и Арат из Сол, это интересные люди. Интересные люди, потому что вот понимаете, вот такая философия, да, и она тут же привлекает к себе очень большое внимание власть имущих. К Зенону постоянно в друзья набивается и набился никто иной, как Антигон Ганат, царь Македонии. Он просит его давать ему наставление, а потом просит, чтобы он приехал непосредственно в Пеллу, в столицу Македонии, учить его самого, его детей и граждан. И сохранилась эта переписка, ну, как любая переписка античная, не все верят в свою достоверность, но, безусловно, она очень древняя, где Антигон разумно говорит, что если ты научишь меня своему учению, которое я приемлю и которое мне близко, то, конечно же, люди, подражая мне, будут следовать этому учению и Македония просветится твоим учением. На что Зенон говорит, я уже старый и я не могу, но я тебе пошлю двух своих учеников. вот Персея и Арат он посылает не становятся ближайшими цередворцами Антигона Ганата и действительно философское учение Зенона, историческое учение распространяется в Македонии, да и вообще по во всем мире. Но особенно интересен следующий после Зенона им выбранный, им назначенный возглавитель стои, это же греческая традиция, то есть это не просто кружочек, там обязательно есть преемство от учителя к новому возглавителю школы. Учитель, как правило, умирая или становясь старым, он назначает нового возглавителя школы. Это Клианф из Аса. Клианф из Аса один из блистательных греческих поэтов. У нас дошел его гимн Зевсу, который, кстати, ясно говорит о том, что есть сейчас такие мнения, сейчас же вообще пытаются, как во все века, любое дело пытаются подогнать под оправдание собственной жизни. Сейчас есть историки философии, которые пытаются говорить, что там ранняя история была не религиозна. Вот если вы подслушаете гимн Клианфа из Аса, то вы поймете, что она была вполне религиозной. Это гимн не очень большой, и я, он в хорошем переводе Горобарь-Пасок, я позволю его вам прочесть, потому что в нем вы увидите основание стоического учения в форме классического античного гимна прославления Бога. Особый интерес представляет то, что именно слова из этого гимна, из начальных строки, это четвертая строка этого гимна, использует апостол Павел в своей речи в Афинском Мариапайке. Если вы помните, апостол Павел говорит в 17-28, 17-я глава, 28-й стих, он в Афинском Мариапайке говорит, что «Некоторый из ваших поэтов сказал «мы его и род». Ну, так перевели на русский язык это место. А это именно слова Клианфа из Аса, чуть переначенные Аратом и Солтом. Вот, послушайте этот гимн, мне кажется, что он вас тут же введет, только слушайте внимательно, потому что это очень глубокое произведение. Дома вы его прочтете, значит, вы его найдете, ну, во-первых, он есть, конечно, в интернете, в эллинских поэтах, в эллинских гимнах, вы его найдете, а это фрагменты ранних стойков. Вообще, те, кто хотят познакомить системно с ранней историей, то Шичалинский греко-латинский кабинет, издал в свое время, я посмотрю, год, это, ну, давно уже, 98-й год, но он издал несколько томов, фрагментов ранних историков. И это очень-очень полезное, интересное чтение для тех, кто больше увлечется этой традицией. Но, однако, я прочту, вы не против? Ты из бессмертных славнейший, всесильный и многоименный, Зевс, произведший природу и правящий всем по закону. Зевсу привет мой, тебя всем смертным хвалить подобает, мы порождение твое, все твой образ мы носим. Вот эта строчка. Смертные все, что живем на земле и ее попираем, вот почему твою мощь восхваляю и петь буду вечно, все мироздание это, что землю обходит кругами, движется волей твоей, тебе повинуясь охотно, держа в своих-то руках никогда поражения не знавших, молнии блеск огневой, ослепительный, вечно живущий, молнии той, чей удар в смятенье ввергает природу, этим огнем направляешь по миру ты разум всеобщий, всюду проносится он межсветил великих и малых, разум всеобщий, это логос, конечно, ты повелитель всего, над всем величайший владыка, нет ничего на земле, что помимо тебя бы возникло, нет ни в эфире небесном, ни в море глубокой пучине, кроме того, что безумцы в своем безрассудстве свершают, значит, обратите внимание, единый Бог творец, нет ничего, что не создано тобой, это новая для греческого, совершенно близкая семитской традиции идея, храклеанф и засун никого не семит, но это продолжение вот этой традиции, и единственное, что не ты, это то, что безумцы в своем безрассудстве свершают, то есть, ты великий всеобщий ум, нус и логос, но от тебя отходят те, кто не следует своему уму и своему логосу, то есть, своему принципу, да, и вот это единственное, что не ты, это очень важный принц, то есть, беззаконие это не от Бога, все остальное от Бога, потом будут некоторые стойки, которые будут путаться на этом и будут говорить, что от Бога все, но, в общем-то, большинство стойков этого не признают, ты же умеешь, однако, содеять нечетное четным, дать безобразному вид, у тебя и немилое мило, тоже очень важный принцип, то есть, то, что нам кажется немилым, безобразным, даже нечетным, да, и четным, то в Боге всегда имеет свою положительную завершенность, кроме наших неправильных вот этих безумств, все остальное, что нам не нравится, имеет смысл и прекрасно, ну, скажем, я признал одну православную женщину, которая утверждала, что Бог не мог создать летучих мышей, там, скорпионов и так далее, что это, конечно, сделала сатана, вот, понимаете, для, не по мне, так, летучие мыши самые замечательные существа в мире, вот, так, вот, это, как раз, примерно то, или, там, скажем, Бог не мог создать болезни, там, предположим, или, как там, одна женщина мне говорила, после, вот, знаменитого Ширакского землетрясения, да, декабря 88-го года, армянка уже такая, не вполне, ну, видим, кого-то потеряла из близких, я перестала верить в Бога, если был Бог, он бы не сделал это землетрясение, так вот, для стоика очень важно, что то, что нам кажется ужасным, нелепым, страшным, но это не вызвано нашим безумием, а это, если угодно, какая-то естественная вещь, то это, в общем-то, мы просто не понимаем этого смысла, и ты нелепое делаешь лепым, безобразное сделаешь прекрасным, ну, и так далее, ты согласуешь в единство дурное совместно с хорошим, так что рождается разум всеобщий и вечно живущий, разум, чья сила страшна одним лишь дурным между смертным, то есть только дурные люди, для них страшен вот этот божественный разум, для других он благ, в зависть и злобные они, вот эти дурные, стремятся к владениям добрых, общий священный закон не видят, ему не внимают, если бы ему покорились, то жили бы честно, разумно, тоже очень важный принцип, что все человеческие страдания проистекают, если это не природные вещи, которые надо просто принимать как факт, то они проистекают именно из того, что люди не покоряются божественному закону, они все равно там потом скажут Сенека, что мудреца закон ведет, а вот злобного сопротивника закон тащит, тащит, как собаку за повозкой, говорит, умная собака бежит около повозки, а глупая не хочет бежать, ее привязывают, ее кидет повозка и собаку тащит на веревке, вот, так что вот так, такое вот отношение к человеку, если б ему покорились законы, то жили бы честно, разумно, ныне ж пылают они необузданной жаждой славы, эти стремятся лукаво к наживе бесчестной, иные преданы только распутству, распутству и тело свое ублажая, ищут одних наслаждений, взамен же страдания находят, ты же, озер всех даров, властелин темнокудры, громовый, дай человеку свободы от власти прискорбной незнания, ты изгони из души неразумье и путь укажи нам к мудрости вечной, которой ты правишь над всем справедливо, честь от тебя восприняв, и тебе будем честь воздавать мы, вечно твои воспевая деяния, как смертному должно, нет награждения прекрасней для смертных и нет для бессмертных, кроме как общий закон восхвалять и чтить справедливость. Вот этот гимн, как вы видите, он открывает многие, вот вы сейчас будете узнавать, многие элементы, многие элементы стоической философии, стоического мировоззрения. основа здесь вы уже тоже увидели, он говорит о молниях, вот этот вечный огонь, вечный огонь, который в руках у Бога, но это важная очень тоже идея, сейчас мы о ней к ней перейдем. Ранее третьем после Клеанфа учителем, возглавителем стоической школы был Хрисип Иссол, он жил 280-206 годы, он главный популяризатор стоицизма, написал массу книг, много его фрагментов дошло, но ни одно сочинение целиком не достигло нас. И следующий за ним антипатр Тарсийский, 200-129 годы. Потом обычно говорят о средней, после ранней стоя и средней стоя, она связана с островом Родос и в первую очередь с именами двух замечательных мыслителей Панэтия 189-109 годы до Рождества Христова и Поседония 135-51 годы до Рождества Христова, а также Гекотея. Средняя стоя, она наиболее синкретична, она очень близка академии, то есть платоновско-аристотелевской традиции. Панэтий, глава школы 129-го года, его главное произведение о долге, о долге, и это произведение вдохновило Цессерона на его трактат об обязанностях, который есть целиком, переведен на русский язык, вы можете прочесть. Это очень важный исторический принцип. Я уже о нем вам говорил, я его сейчас повторю, что да, ты знаешь о законе, ты знаешь о том, что Бог управляет миром, что надо быть бесстрастным, но ты должен выполнять все свои установления. Но это установление должно быть установление чести. То есть ты должен выполнять не то, что от тебя велит правитель, а то, что тебе велит Бог. Если это совпадает с требованиями правителя, то отлично. Если не совпадает, ты все равно должен делать то, что тебе велит Бог, совесть и так далее. Все эти категории постепенно развиваются в стоицизме. А какая альтернатива или удалиться от дел, или даже покончить с собой? В стоицизме в некотором роде есть традиция самоубийства как мученичества, как благородного действия, когда ты не можешь исполнять свой долг, и ты предпочитаешь уйти из жизни вместо того, чтобы изменить своему долгу. Панетти, кстати говоря, проповедовал идею вечного мира. Вечного мира. Вообще стойки в основном говорили о цикличности мира, но Панетти говорил о вечном мире, и в этом вечном мире надо человеку строить в соответствии с божественной волей свою жизнь. Его сменивший Поседоний, которого считали умнейшим и наиболее знающим человеком античности, говорит, его круг знаний после Аристотеля самый широкий, ни с чем не сравнимый, самый универсальный ум античности, он тоже был стойк. Вообще, как вы обратили внимание, даже по этому гимну культ знания очень важен в стое культ знания. Этим, кстати, говорят, тоже Зенон сразу отшатнулся от кинников, потому что кинники проповедовали незнание, они смеялись над знанием. Помните, я рассказывал, как некий кинник сказал, что если мои дети получат образование, им не надо давать наследство, а если не получат, надо им дать, потому что тогда они будут в этом нуждаться. Для Зенона и для стойка совершенно нонсенс. Учиться всю жизнь, впитывать знания, но впитывать знания не механически, а в определенной системе, о которой я вам сейчас расскажу. Ну и наконец позднее Стоя. Стоя себя вновь проявляет в Риме. Это была Греция, в Риме проявляет себя Стоя. И наиболее, хотя есть ряд видных имен, помимо них, но наиболее три имени значительные. Это Луциан и Сенека или Сенека младший. Все вы знаете, или почти все вы знаете, нравственные письма к Луцилию, конечно. Но не менее замечательные, они сейчас изданы на русском языке, это диалоги, диалоги его, они тоже очень хороши, и мы немножко их будем потом цитировать. Это человек, который жил в первом веке после Рождества Христова, родился он, видимо, одновременно со Христом и умер в 65 году. Это эпиктет, удивительный человек, который, кстати, тоже очень много цитирует Сенека и Марк Аврелий, цитирует его тоже, я сейчас скажу о Марке Аврелии. Это раб, который получил всеримскую известность как великий философ, конечно, был выкуплен на свободу потом, но он, имея опыт раба, именно он, имея опыт раба, он сказал замечательные слова. Вольную волю никто не преневолит. Вот это принцип, который потом повторил император, как свой принцип, потому что Марк Аврелий, великий стоик, он был императором. Марк Аврелий Антонин, он был один из Антонинов, императора второго века, и его замечательное, немножко сложное произведение, его размышления, там есть разные названия, наедине с собой, размышления, вот, одни тоже сохранили целиком, есть на русском языке, в литературных памятиках, замечательными комментариями. Обычно, когда я припевал Ангимо, я давал Марка Аврелия читать студентам, они стонали, охали, но тем не менее, польза была от этого большая, поэтому и вам советую. Вот, именно поздняя стоя, поскольку она работала в основном на латинском языке, она прорабатывает новые понятия, которые только намечались в греческой ранней и средней истории, это понятие совести, вообще считает, что принцип совести, консиенция, да, консиенсность английская, консиенция, это открытие Сенеки. Сенеки был великий психолог, и он, размышляя над движениями человеческой души, а мы сейчас увидим, что стойки этому уделяют огромное внимание, он выделил категорию совести. Это не так просто, у нас говорят, бессовестный, у тебя совести нет, а мы сейчас поймем, что совесть это непростая штуковина, но вот считает, что идея совести, мы, кстати, задумаемся, само слово совести, даже по-русски, вы никогда не задумывались с этим словом, в нем же двойственный префикс, совесть, как сотрудничество, когда двое трудится, сожительство, когда двое живут, совесть, это весть, понятно, ведать, так кто же эти двое, человек и Бог, человек и Бог, вот и все, то же самое и по-латыни консенсия, то же самое, вот, очень увеличивается глубина проработки идеи воли, воли, тоже в поздней латинской истории, телема, воля, есть и у греков, но там скорее воля как желание, желание, стремление, а именно воля как категория богословская, это принцип свободной воли, да, выбора воли, это во многом римская традиция, и, конечно, категория греха, тоже в поздней истории возникает, до этого вот в явном виде категории греха нет, и, наконец, вот все эти принципы социальные, которые мы уже видели у Зенона, и которые развивались потом, да, вот в этом замечательном гимне и так далее, они тоже в римской истории окончательно устоялись в Максиму, обращайся с подчиненными так, как хотелось бы тебе, чтобы поступали с тобой те, кто выше и сильнее тебя, вот это стоический принцип, естественно, он распространяется даже на рабов, теперь учение, Зенон воспринял традицию идущую видимо от Сократа, безусловно известную используемой Аристотелем, но развил ее по-своему, его учение состоит также из трех частей логики, физики и этики, все эти три части нерасторжимы, сам Зенон сравнивал свое учение с фруктовым садом, говорит, логика это ограда сада, физика это деревья, которые в нем растут, а этика это плоды, которые вызревают на этих деревьях, логика это если угодно теория познания, нам она кажется скучной, мы все привыкли прямо начинать с этики, что такое, да, сын пришел к отцу и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо, но для грека было очень важно откуда мы знаем, откуда мы знаем ту или иную вещь, мы то, что мы видим и воспринимаем это правильно или неправильно, это искаженная реальность, это псевдореальность, да, или это подлинная реальность, потому что без понимания этого, причем тут этика, тогда вообще никакая этика, может мы вообще видим какое-то призрачный мир. Тогда какие тут могут быть этические вещи? Поэтому без логики, без теории, познания неповозможно все остальное. Поэтому это ограда. Это то, что все позволяет, вот этика вызревает на деревьях физики в виде плодов, только если ограда логики не дает дуракам палкой пошибать еще не созревшие плоды. Первый принцип логики стоиков, в отличие от академиков, напомню, что академия это Аристотель, в отличие от академиков, это уверенность в определенности знания. То, что мы знаем, действительно имеет место. Имеется критерий. Критикон. Критикон. Критерион. Простите, критерион. Имеется критерий, то есть критерион по-гречески, отличающий правду от вымысла. Какой же критерион отличает правду от вымысла? Разум. Разум, который надо поддерживать ясным. Вот отсюда любовь к знанию, к науке, к пониманию. Разум должен быть ясным. Ясный разум всегда укажет тебе, что истина, что не истина. Все объекты... Дальше начинается вот такая, понимаете... Это физик, это логика, ну, если угодно, элементы физики в этом. Все объекты испускают импульсы, воспринимаемые чувствами. Эти импульсы по-гречески именуются известным нам словом фантазия. Но это не выдумки, а это именно приходящие из мира предметов нам некоторые раздражители, скажем так. Вымышленные образы, у которых нету предметов, видятся всегда смутно. Ну, скажем, какой-нибудь там циклоп. Это вымышленный образ. Он всегда видится смутно, и все равно он состоит из элементов знакомых. Это человек, пусть с одним глазом, но мы знаем, что такое глаз, мы знаем, что такое человек. Это мифологический образ. Он видится смутно, его нет на самом деле. А реальные предметы, они видятся ясно. Истекают импульсы из всего мира, из всех предметов. Причем предметы не надо понимать только, это тоже сейчас будет очень важный момент, необычный. Это то, что в мире... Вот еще одну важную вещь отрицают стоики, это деление на дух и материю. мир весь материален и Бог материален. Материя это общее состояние бытия. Кроме материи есть только абстрактные категории. Там длины, ширины, но они возможны только в материальной тоже положенности. Материя может быть совершенно разной степени тонкости, может быть очень тонко, божественная материя, материя души, она очень тонкая, но это все равно материя. Почему это важно? Все воспринимается. Помните, это уже Эпикур об этом говорил, что как таковые боги есть, потому что если бы их не было, откуда бы мы о них знали. Но они живут отдельно от нас. Стоики говорят, да, действительно боги есть, да, они также испускают импульсы, и мы их воспринимаем, но они не живут отдельно от нас, бог связан с нами, сейчас об этом мы будем говорить. Вот все виды импульсов приходят к человеку, но человек сам должен своим логосом, то есть своим умом давать согласие на принятие того или иного импульса, или отказывать отказывать импульсу в принятии. Что это такое? Это то, что потом в аскетике будет названо помыслом. Принятие помысла или отрицание помысла. Человек не волен, скажем, в том, что он увидел. Ну, скажем, вот вы видите красивый автомобиль, вам он нравится, в этом нет ничего особенного, вам нравится, он красивый, вы реально видите, что это красивый автомобиль. Но вы можете этот импульс принять и захотеть им завладеть незаконно, а можете порадовать, что это красивый автомобиль, пройти мимо него. Ну, так и во всем, понимаете. Может соблазнять еда, женщины, власть, что угодно, имущество, ты сам должен владеть своими чувствами. Вот это согласие на принятие импульса, синката тезис, это важный момент стои. То есть ты не равнодушный рецептор восприятий, ты их разделяешь на те, которые принимаешь и те, которые отрицаешь. То, что ты принимаешь, это так, вообще, Зенон очень любил выдумывать новые слова, естественно, из старых глаголов, он брал, он превращал в существительные, он великий был словотворец. Вот одно из таких слов, каталептон, постигаемое, то, что ты увидел и принял, и то, что вошло в тебя. фантазия, каталепти, принятое восприятие, да, принятое восприятие. Но, и это опять же стоики говорят, все не так просто. Откуда мы знаем, что надо и что не надо принимать? Оказывается, в душах людей есть зародыши всех идей, всех, из всего того, что есть на самом деле. но нету зародышей ложных идей, нет зародышей соблазнов, этого нет. А есть зародыш только реальности, того, что, вот помните, Бог испускает в этом гимне Клеанфа, вот это все есть в человеке, эти зародыши есть изначально, забегая немножко вперед, могу сказать, что большинство стоиков верят в эту цикличность мира, мир уничтожается и возникает снова, но вот у людей остаются от предшествующего цикла, а может вообще от вечности, вот эти зародыши, он их так называет, логи сперматики, значит, эти идейные семена, сперма, семя, идейные семена всех положительных сущностей. И человек их воспринимает и таким образом он может что-то принимать, а что-то отрицать. Душа не белая доска, не табула раса, которая ничего не понимает. Каждый знает с самого начала, что хорошо и что плохо. У каждого это написано в душе. Поэтому критерии для разума это рассудок, саморассудок, воля, ясность мысли и чувство, которое связано с этим внутренним семенем. Человек сам определяет, что хорошо и что плохо, исходя из того опыта, который есть в нем. Правда достижима. индивидуальное мнение должно совпадать с общим представлением о сущем и должном. Это, кстати говоря, особенность стоического силогизма. Вот мы с вами говорили о академическом аристотелевом силогизме. Он формальный, так называемый формальный силогизм, когда, помните, Платон человек, все люди смертны, следовательно, Платон смертный. Вот это аристоклианский силогизм. А стоический силогизм совершенно другой. Если Платон умер, то Афина греческий город. Афина город в Греции. Все знают, что Афина город в Греции. Следовательно, Платон умер. Если ты скажешь, что если Платон умер, то Афины находятся в Турции, значит, Платон жив. Вот это особенность исторического силогизма. Зенон утверждал сущность, да, мы переходим сейчас к физике. Вот это особенность познания. Вот видите, какое познание. То есть познается, человек может познавать мир, мир дается вот в этих импульсах, человек их принимает или не принимает. Основа того принимать или не принимать, как вы понимаете, нравственная, моральная, но она связана не с тем, что хорошо и плохо, она связана с тем, что есть в законе, то, что установлено Богом, или то, что нет в законе, и, соответственно, нет таких семян в человеческой душе. Поэтому все, что человек делает не по закону божественному, не человеческому, а божественному, все это против его естества. И в итоге это его разрушает. О чем вы помните и в гимне сказано. Теперь физика. Физика, то есть природа, натура. Физика это не физика в нашем смысле слова. Физика это все вплоть до теологии. Это все, помимо теории и познания, помимо между логик, все, кроме логики и этики, это физика. Это физика. И историки занимались разными областями физики, потому что они изучали божественный закон во всем. В космосе у них есть трактаты по астрономии, в минералогии, в животном мире, в растительном мире, где угодно. вот как Зенон определяет сущность. Сущность это первое вещество против или первое вещество всего существующего. Как целое она, сущность, вечна и не становится ни больше, ни меньше. напротив ее части не остаются всегда одними и теми же, но разделяются и сливаются. По ней распространяется мировой логос, который некоторые называют судьбой. Значит, судьба, судьба, важная очень категория в стоицизме. В стоицизме сплетение и последовательность причин. в мире есть судьба, есть судьба, но она связана именно с тем, как соотносятся вот эти излучаемые от высшего разума импульсы. А этот высший разум это огонь. Огонь. Следуя за Гераклитом Зенон говорит и его последователи о том, что огонь творит мир. Огонь это Бог и первопричина. Есть огонь творящий. Помните о молнии говорится и в гимне. Огонь творящий прост, но полон семенных слов. Вот этих самых сперматики логи. Зародышей будущих сущностей. Огонь вот поэтому эти зародыши есть и у нас. Огонь переходит в четыре элемента. Земля, вода, воздух, воздух и огонь. Огонь нет. Огонь помимо этого. Вот в четыре элемента. И эти элементы во множество переходят во множество вещей. люди и боги это высший разряд существ. Они обладают умом. Нус. Они обладают умом. И его высшей частью, которую все историки называют эгемоникон, то есть гемон, господин, эгемоникон, то, что господствует. То, что господствует. Значит, это волевой ум, который определяет, что можно, что нельзя, что принимать, что не принимать. существа состоят из воли и движения. Вот это очень важно, из воли и движения. Вот эти воля определяется вот этим главенствующей частью ума. Это уже на один шаг, на пол шага до христианского понимания воли. Ниже находятся животные, обладающие душой, но не обладающие волей. И растения, еще ниже, которые обладают только природой, физис, но не обладают ни душой, ни волей. А неодушевленные предметы, самые низшие, обладают так называемым эксис, только связью с другими частями мира, но не обладают ни природой, то есть они не растут, не меняются ни душой, ни волей. Все это фрагменты божественного, поэтому можно говорить Бог во всем, Бог в камне, потому что все это истекающие божественные импульсы. И в одном апокрифическом христианском тексте, Евангелие от Фомы, есть такие странные слова, переверни камень, и я там, подними бревно, дерево, и я там. Это совершенно стоические слова, понимаете? То есть нет чего-либо, в чем нет Бога, но это не значит, что это пантеизм, что Бог равен во всем, Бог не равен во всем, но Богоприсутствие в каждом элементе, потому что они созданы Богом, они созданы Богом. Он сотворил, как вы помните, по гимну все. Бог соотносится с миром, говорят стойки, как душа соотносится с телом. Понимаете? То есть Бог своим импульсом творит любую вещь, Он ее творит разными, но Он в каждой присутствует. Поэтому из этого делают стойки вы, что все само по себе прекрасно. Все прекрасно. Бог, созидающий разумный огонь, временами порождающий космос, содержащий в себе семена разумной всех вещей, благодаря которым рождается все. Мы не можем делить мир на дурной и хороший. Весь мир прекрасен, кроме, естественно, злоупотребления человеческой воли. Но это злоупотребление человеческой воли не столько меняет мир, сколько разрушает самого человека. Вот эта особенность стоического понимания. То есть в этом огромное отличие от христианства, что не мир меняется злом человека, а сам человек разрушает себя злыми действиями. А в итоге Бог все равно выравнивает мир, выводит мир на благо. И здесь стоическая идея универсальной симпатии. То есть все со всем связано. И когда человек разрушает какое-то одно звено, оно восстанавливается за счет других звеньев, но зато губится человек, который разрушает это звено. Отдельные элементы мира могут видеться несовершенными, но в действительности они совершенны. В этом смысле употребляется слово проноя, промысел, промысел у стоиков. В нашей традиции, в традиции уже христианской Европы слово промысел употребляется как мысль Бога в отношении каждой вещи, на каждой вещи заботиться. Здесь немножко другое. Каждому дается своя судьба, каждому дается свой импульс. Промысел это абсолютная подчиненность божественному замыслу всего мира. В этом смысле стоицизм более детерминичен, чем христианство. Все определено раз и навсегда мудрым божественным началом. бог это мир завершается в огне. Поскольку мир рождается в огне, мир и завершается в огне. Мир уничтожается. То есть вот Панетий с этим не соглашался, но большинство стойко говорит о том, что мир тропульсирующий как Гераклит, цикличное явление и мир возвращается в Бога. В огне он возвращается в Бога, потому что Бог есть огонь. Категория экпиросис возжигание, возгорание это классическая совершенно стоическая модель, что мир весь сгорает в огне. И посмотрите, как это постоянно присутствует и скажем, в христианской новозаветной традиции. Во втором послании апостола Петра говорится, стихи же разогревшись, разгоревшись, разрушатся. В Луке сам Господь говорит 12.49 Огонь призван я не звести на землю и как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 3.13 говорит, огонь испытывает дело каждого. Вот это абсолютно стоические вещи, потому что Гераклит уже забыт, его именно через Зенон он вошел, а мир христианства это мир школьного образования именно стои. Мир уничтожается огнем, мир должен сгореть в огне, но сгореть в огне это не значит превратиться в ничто. мир возвращается в огонь, потому что Бог есть огонь. Все возвращается в Бога, в Бога. Но потом мир заново творится. И мир творится таким же, каким он был. Потому что мир-то был совершенен. Мир сгорает не потому, что он очень плохой. А мир сгорает потому, что все во времени возникшее должно завершиться. Это законный процесс, даже как человек рождается и умирает. Так же, как любая вещь, сделанная какое-то время, существует, потом разрушается. Так же и мир, проходя все стадии, сгорает, но сгорая он возвращается в тот огонь, которым он был создан. Я вам сказал, что есть огонь творящий, но есть огонь и разрушающий. Это огонь Экпирусиса. И после этого происходит то, что называют греки словом полигенесия. Новое рождение. Новое рождение историки понимали как точное копирование того мира, который был до пожара. Понимаете? поскольку нет вот этой идеи того, что мир разрушается человеком, а человек функционирует в мире, но, как говорится, он разрушен может только самого себя, он не может разрушить мир. И из этого идет огромный вывод, кстати говоря. Сейчас я вам обниму, это этика уже. Вот, а пока у нас физика, да? Вот, и этот мир вновь так восстанавливается таким, каким он был до его исчезновения. И он опять становится прежним миром, он достигает состояния апокатастиса, вот, того прежнего состояния, которое было прежде создания мира, прежде гибели мира. Вот, собственно, вот, собственно говоря, главный физический принцип. Почему он так важен? Потому, что это говорит о том, что человек находится в разумном мире, в разумном мире. Ему не надо из него уходить, ему надо только самому оставаться в этом мире разумным. Ни в коем случае нельзя быть пораженным страстями, принимать то, чего нет в тебе самом. Вот, принятие импульсов, соблазнов, это то, чего в тебе нет. Это тоже отличается от христианской аскетики. Не принимай этого, и все будет отлично. Следующий принцип это принцип того, что самое главное для человека это осознание того, что свобода это разумное принятие своей судьбы. В этом смысле гегельянский принцип свобода это осознанная необходимость это как раз то самое. Игры случая как и в эпикурействе нет. Никаких атомов, которые хаотично соединяют друг с другом нет. Вообще атомов нет. Любой предмет может делиться бесконечно до тончайших уровней материи. Но материя не исчезает. Но неделимых частиц нет. Никакого хаоса нет. Игры случая нет. Бог все провидит. Он вот это паранойя, вот это предвидение, промысел это все пронизывает. Поэтому мудрец свободно следует замыслу о нем Бога. Тот же Клиан пишет в другом произведении своем. Веди меня о Зевс и ты судьба к пределу каким бы ни был он. Последую с готовностью за вами. А если и замешкаюсь в малодушии, то все равно приду в час назначенный. То есть никуда человеку не деться. все равно судьба его влечет или тащит. В религиозном плане стойки были очень конформными людьми. Они считали, что надо соблюдать все религиозные нормы своей страны. Совершать жертвоприношения всем богам. Это совершенно не важно. Но надо помнить, что на самом деле это ничего не значит. Просто нельзя смущать людей. Но в религии главное не жертва, не обряды, но молитва, самоуглубление и восхваление единого Творца. Вот что самое главное. А следование традициям, да, конечно. Но следование традициям без веры в них. Когда в римскую эпоху распространилось представление о бессмертии души, вы помните, что в греческое время такого представления не было, то стойки очень возражали против этого. Они говорили о том, что душа вообще состоит из двух элементов, высшего и низшего. Вот выше это ведущая, ведущая. низшее это то, что связано с восприятием. Вообще душа состоит из восьми частей по стоической модели. Семь частей это слышание, видение, усезание, обоняние, вкус, речь. Это размножение и движение. Вот собственно эти низшие все части связаны с этой жизнью на земле и они уходят. Вместе с этим миром они исчезают. Но есть вот этот игемон, вот это ведущая и оно соединяется божественным огнем. Оно восходит к Богу и воссоединяется с Ним. Некоторые историки говорили, что у мудрецов вот это ведущая не исчезает вообще и оно существует от одного до другого. То есть оно вечно. Другие этого не признавали. Но вообще к бессмертию души относились историки враждебно. Они считали, что человек включен вот в этот космос и он будучи включенным в космос он проходит обычную обычный ритм космоса уходит исчезает да потом будет возрождение всего мира и возможно то есть даже большинство историков это верило мир возродится точно и будет новый Сенега будет новый Платон будет новый Аристотель но естественно это уже будет не тот Платон который жил не тот Аристотель который жил волнение души это волнение души это болезни это патия волнение души человек Человек не должен проявлять вот эти волнения. Он должен быть спокоен к вызовам, которые идут от высшего, он должен относиться со спокойной радостью, а вызовам, которые не имеют семенных частей в душе, относиться с отвержением и отвергать их. Поэтому он говорил, что волнение – это патия, это страдание, нечестие, это болезнь. Так вот физический мир, физика человека воспринимается стойками. Ну и, наконец, самое главное – это, конечно, этика. Цель человека – достижение ненаслаждения, как говорят эпикурейцы, а достижение счастья. Достижение счастья. Стоики не антологизировали зло. То есть они не говорили, что зло – это некая бытийная категория. Зло для стоиков – это временное явление. Это явление только связанное с самим человеком. Человек должен делать то, чем он является. То, чем он является. То, к чему он предназначен. Мера и тон, вот этот музыкальный тон. Постоянно вы встретите сравнение с музыкой. Что человек же должен следовать тону, тональности своей жизни. Мера и тон человека – это то, что в него заложил Бог. Отсюда ничего через меру. Если человек не живет разумно, не следует своему тону и своему ведущему, эгемену, то он опускается до уровня животного и даже до уровня растения. Поэтому, когда мы говорим, что он не человек, а животное – это совершенно стоическое определение. Значит, он потерял своего эгемена и живет страстями. Живет страстями, желаниями душевно-плотскими. А если мы еще говорим, он живет как растение. Это значит, что он вообще и страстей уже не имеет, а просто единственное, что у него есть – это категория физиологического бытования. Высшее благо – это добродеятель. Только мудрый, счастлив. Внешние вещи, здоровье, богатство, знатность, свобода, внешняя гражданская свобода или рабство не добавляют к счастью и одного атома. То есть не надо говорить, что вот он родился в рубашке, он счастлив, что он там царь-царь, а не раб. Для стойка это абсолютно не важно. И краткая и долгая жизнь абсолютно не важна. Она всегда будет завершенной. У каждого свой тон, у каждого свой путь. Но есть объективные ценности, объективные смыслы, которые важны. Тот же Хрисип, помните, следующее после Клианфа, возглавитель Стои говорил, «Жить в соответствии со знанием, с научным знанием явленной природы, не делать ничего, что запрещает делать всеобщий закон, который есть истинный разум, проникающий во все существа, и который тоже, что Зевс – Господь, повелевающий миром. Это и есть правильная жизнь». «Жить разумно», – говорит другой стоик, Диоген Вавилонский, «жить разумно, избирая или отказываясь от вещей в соответствии с природой». Это и есть правильно. В Стоицизме выработана категория «Икеосис». «Икеосис» от слова «ойкос», «ойкеосис» можно сказать, «дом». «Ойкеосис» – это родственность. Человек родственник. Это старое греческое слово. «Родственники», «дом», «родня». Вот все, что вокруг слова «ойкос», или как мы его называем теперь «экос», «экология», «экономика». Вот у них есть… Зенон выдумал слово «ойкеосис». Вот родственность как таковая. Но родственность – это родственность не близким твоим. Близким тоже. И по отношению к ним надо себя вести в соответствии с нормами, правильными. Но одновременно это родственность ко всем, с кем тебя сводит судьба, с любым человеком. Это родственность с Богом, потому что ты его родственник. Потому что в тебе божественная природа. Чего не мог себе представить не Эпикур, но зато мог себе представить Платон. Но он говорил о двух природах. О том, что есть духовное начало и физическое. Физическое – это начало мрачное, гибельное. Да, это сома-сима, тело-темница. А духовное – божественное. Остой говорит, нет. Это прямой подход к христианству. Он говорит, нет. Все телесное тоже пронизано божественным. Все божественное. Просто это разные его уровни. Духовные уровни. Духовные неправильно сказать. Уровни разума, уровни логоса. Они выше. Они главенствовать должны. Но это все божественное. И главные две цели для стойка – это возрастание жизни и возрастание разума. Вот когда человек рождается, когда мир разрастается, когда в мире созидаются новые какие-то прекрасные вещи, когда человек входит в здоровый возраст, в общем, когда в мире происходит рост блага. Вот это хорошо. Это хорошо. Это правильный процесс. Это правильный процесс. Процесс возрастания жизни. Он не есть цель, но он признак того, что происходит правильное благое развитие. И в тебе самом. Но самое главное – это возрастание разума. Вот возрастание разума – это постоянный процесс. Никогда не переставать учиться. Учиться не только формальным вещам, но им тоже. Потому что если не будешь учиться формальным вещам, то не сможешь прочесть вещи неформальные. Но учиться различать в себе истинные логосы от ложных причинений. И человек в идеале, это уже мы говорим об этике, человек в идеале должен быть безразличен к добру и к злу вне него, даже если оно его касается. Это принцип адиафория. Вот это, вы знаете, слово эйфория, благие ощущения. А адиафория – это безразличие к физическому добру и злу. То есть в том числе и к политике, и к бедствиям, и к катаклизмам. Он должен быть безразличен внутренне, но внешне он должен исполнять свой долг. Если это землетрясение, он должен помогать вытаскивать несчастных, засыпанных людей, оказывать им помощь так, как он может. Если это политика, он должен избегать войны, разрушения, конфликта, потому что это все умоление жизни. А он должен действовать путем возрастания жизни. Но если все же происходит неправильное, и если ты не можешь на него воздействовать, ты не должен из-за этого страдать. Ты должен внутренне быть свободным от страдания, но делать все, чтобы жизнь возрастала и разум возрастал. Это делает тебя внутренне свободным и спокойным. Были раскольники, там, скажем, Арестон и Грилл, которые доказывали, что человек вообще должен быть вне потока мира. Но Хрисип, и потом вообще вся стоя, Хрисип, второй после, третий после Зенона, второй после Клианфа, возглавитель школы, утверждали, что нельзя быть безразличным, но надо быть спокойным. Поэтому вы бы выдумали такой термин нейтрально предпочитаемое и нейтрально отвергаемое. То есть ты внутренно спокоен, но ты одно предпочитаешь, потому что связано с возрастанием жизни, а другое отвергаешь. Действия, выверенные твоим логосом, согласные с природой, морально совершенны. И это и есть твой долг. Долг – кафикон. Кафикон – очень важная и новая, совершенно новая категория в греческой философии. Не Платон, не Аристотель, уж тем более не Киники и не Эпикурейцы не говорили о долге. Это новая категория – кафикон. Она была, конечно, в обыденном мире, была категория долга, обязанностей, но она не была в философско-моральном смысле. Перед кем долг? Долг – перед высшим разумным началом, перед тем самым огнем, из которого все вышло и в кого все вернется. Долг – это соответствие этому началу. Но это и долг перед всеми людьми, ближними и дальними. Нет человека, перед которым у тебя нету моральных обязательств. Ты к каждому должен. Вот у нас это абсолютно отбито. Нас вообще не учат ничему в России. И поэтому категория долга представляется странной. Когда там, где-нибудь в Руанде идет гражданская война, люди срываются из Англии и едут в Руанду. Ну что им там до Руанда из Англии? А наши не срываются и не едут. Потому что нам, как говорится, вообще начхать, что там бомж лежит в соседнем подъезде. Понимаете, это неважно. Для стоика это не так. Для него все, обвинять, все эти же вещи преподают. И не как я вам преподаю в течение полутора часов. Это же большие курсы. Сенеку читают все гимназисты. Понимаете, Марка Аврелия читает все гимназисты в Европе. И им объясняют все эти вещи подробно, глубоко. Поэтому отсюда возникает, что долг перед всеми. И божественный долг, и долг перед людьми это один и тот же долг. Потому что человек божественен. Понимаете, человек божественен. Человек создан Богом. Он вернется в Бога, так или иначе, сольется с Ним. И, соответственно, помогая человеку, ты помогаешь Богу. Вспомнишь, только что читали Евангелие на последнее воскресенье. Если ты сделал это одному из малых сих, ты сделал это мне. Это понятно любому стойку. Да, там Бог неличностен. Он абсолютен и внеличностен. Но тема та же самая. Итак, совершенствование в видении блага это главная цель. Другие цели, низшие цели, но важные, это самосохранение и продолжение рода. Вот продолжение, возрастание жизни предполагает самосохранение и продолжение рода. Ты должен заботиться о себе, не разрушать себя. И ты должен продолжать род, не разрушать жизнь. Если ты связан с каким-нибудь производством, с какой-нибудь латифундией, ты должен точно так же развивать и строить, не разрушая отсюда, в нашем понимании слова, экология, забота о природе, забота о всем мире. Но высшее – это учение совершенствования в познании видения блага. Главные блага, аксион, главные достоинства – это мужество, мудрость, справедливость и умеренность. Это четыре главных категории. Причем равных для царя и для раба. Так вот удивительно, да, удивительно получается, что, как говорится, царь учится у раба, да, Марк Аврелию и Пиктета. Вот. И для них равны эти вещи. И четыре беды – это не беды внешние, болезни, там, скажем, не знаю, там, потери любимого. Нет, это страх. Недовольство, жадность и неумеренное веселье. Это четыре беды. То есть они все исходят из тебя. Вы понимаете? Это… Ты можешь бояться, ты можешь не бояться. Если ты научен историческому учению, ты ничего бояться не будешь. Потому что, что бы с тобой ни произошло, это, во-первых, воля богов. И если ты не совершил сам проступков неправильных, то, соответственно, тебе и волноваться нечего. Так что и недовольство не должно быть ни твоим статусом, ничем иным. Это твой путь. Это твой путь. Ты его только, может быть, изменишь и улучшишь, если будешь дальше следовать правильным путем. А скорее даже не изменишь и улучшишь, а если говорить в стоической, строгой философии, осуществишь. Осуществишь. Все достоинства и слабости человека вот эти положительные и отрицательные качества проявляются не внутри человека, а во внешней жизни, в общественной и семейной жизни. Они зарождаются внутри человека. В этом смысле Сенека говорит, что тот, кто жесток вовне, сначала жесток в самом себе и к самому себе. Кто жесток к самому себе, тот жесток и вовне. Кто милостив, добр к себе, тот добр и вовне. Сторик должен жить в обществе, исполнять свои обязанности к семье и городу и проявлять добродетели. При этом в отношении к миру надо избегать и порывов страстей, и ледяного равнодушия. Говоря, ну опять же, цереземноморская культура, море рядом, говорили, не закованное льдом озеро и не безумный шторм, душа должна быть спокойным морем, искрящимся в лучах солнца. Вот такой вот образ. Ты должен соблюдать два закона. Закон природы и закон человеческий. Юс джентиум. Закон человеческий. Это уже по-латыни. Если он соответствует закону природы. Если он является развитием законов природы. Значит, у стоиков, особенно у римских стоиков, которые, конечно же, были в правовом обществе, жили в обществе римского права, у них развилось, и вообще римское право на этом все построено. Мы не должны этого забывать. Вот наша дума сейчас забывает, выдумывают любые законы. Выдумали закон, приняли формально. Большинством все это закон. Чепуха. Для стоика только тот закон, который является соответствием божественному природному закону, но для конкретного места времени ситуации. В другом месте времени ситуации этот закон не нужен, а здесь он нужен. Но если он противоречит, скажем, в Германии было принято решение об уничтожении евреев или об автаназии. Они были приняты совершенно законно. Они были приняты Рейхстагом. Но они же незаконны. Все равно незаконны. Понимаете? Хотя формально они совершенно законны. Поэтому-то Арнольд и говорит, что в стоицизме римская империя обрела свою душу. Потому что душа страны, естественно, это ее законы. А ее законы коренятся через стоиков в Боге. И я вот эти слова привел. Почему надо быть свободным и спокойным? Вот слова Сенеки из его двенадцатого диалога. Куда бы мы ни были изгнаны, две вещи следуют за нами. Вы помните, что изгнание – это тяжелое наказание в Римской империи, хуже только смерть. Смертная казнь. Куда бы мы ни были изгнаны, две вещи следуют за нами. Наша доля в звездном небе над нами и в мире вокруг нас, и наша душа праведная в нравственных влечениях нашего сердца. Таков дар нам от высшей силы, создавшей Вселенную. Эту силу мы порой называем всеправящим Богом. Иногда бестелесным разумом, сотворившим все. Иногда божественным духом, который входит во все вещи, великие и малые, давая им должное звучание. Это звучание, тон, тонус. Это вот как раз очень важное тоже. Каждая вещь, каждый человек, каждая душа, каждый поступок, каждая страна звучит. И это должно быть звучание симфоническое в оркестре других звучаний, соединяющее, а не как афоническое все разрушающее. Эпиктет, кроме знаменитого высказывания «Вольную волю никто не приневолит», сказал очень простую вещь, которая тоже является, если угодно, определением стоицизма. Ни за что иное мы не боремся, как за то, чтобы просто не сходить с ума. Это и в прямом смысле слова не сходить с ума, не становиться сумасшедшим, но и не сходить с того божественного ума, с того божественного ума, который, вот, из которого мы вышли. Сенека, говоря о том, что все мы люди, пишет, природа производит нас всех братьями, сделанными из одних и тех же элементов, назначенными к одним и тем же целям. Она вкладывает в нас чувство любви, делая нас общительными, дает жизни закон равенства и справедливости и согласно ее идеальным законам нет ничего более низменного, чем обидеть, лучше уж быть обиженным. Она заставляет нас быть готовыми, оказывать помощь и делать добро, сохраним же в сердцах и на устах слова «Я человек и ничто человеческое мне не чуждо». Будем же всегда помнить, насколько извратил эти слова Маркс, «Человек как божественное существо, и мне не чуждо ничего, что свойственно божественному существу, а не то, что мне не чуждо жрать, пить, изменять жене и так далее». Будем же всегда помнить, что мы рождены для общества, «А наше общество это то, что каменный свод для храма, свод, которые только потому не падают, что камни, опираясь один на другой, поддерживают друг друга, а они в свою очередь крепко держат свод». Знаете, какой образ общества? Тот же Сенека в своем диалоге о блаженной жизни пишет, не могу не привести эти слова, «Все хотят жить счастливо, но люди плохо понимают, в чем же состоит счастье и как трудно его достигнуть. Главное в том, чтобы не следовать слепо в упряжке за вожаками. Мы стремимся сообразовываться с молвой и признаем самым правильным то, что встречает наибольшее сочувствие и находит наибольшее число последователей. Живем не так, как требует разум, а как живут другие. Именно отсюда берет начало непрерывно, нарастающая гора заблуждений и их жертв. Живи сообразно природе вещей. Не уклоняйся от природы, а руководствуйся ее законами, берись с нее пример. В этом и состоит мудрость. Согласованная с природой жизнь, возможно, с природой это с физисом, это с природой в широком смысле, это не с природой, как у нас, с землей, травкой, цветочками. Это совсем от природы, которая коренится в Боге. Согласованная с природой жизнь возможна, если человек постоянно обладает здравым умом, если его дух мужественно энергичен, благороден, вынослив и подготовлен к любым обстоятельствам, если не впадая в тревожную мнительность, он заботится об удовлетворении физических потребностей, если он интересуется материальными аспектами жизни, не соблазняясь ни одной из них, если, наконец, он умеет пользоваться дарами судьбы, не становясь их рабом. Такое расположение духа устраняет поводы к раздражению и страху, дает покой и свободу. Взамен ничтожных, мимолетных, мерзких и вредных наслаждений приходит сильная, ничем не омрачимая и устойчивая радость, мир и гармония духа, величие, соединенное скротостью, любая форма жестокости происходит от немощи. По-моему, очень сильные слова. Конечно, хочется говорить многое другое. Прочту еще одно из речений из Марка Аврелия. Это говорит император Великой Империи. Гляди, не оцезарись, не пропитайся порфирой, как это бывает. Береги себя простым, достойным, неиспорченным, строгим, прямым другом справедливости, благочестивым, доброжелательным, приветливым, крепким, настоящее дело. Вступай в борьбу, но оставайся достойным принятого учения. Чти богов, людей храни. Жизнь коротка, один плод земного существования, праведный склад души и дела на общую пользу. Вот понимаете теперь, дорогие друзья, в чем это величие стоицизма. И теперь мы стоим перед последним вопросом, вопросом о том, почему же все же мир так плох, почему он так разрушается, почему в нем так много страданий, почему сам Сенека был вынужден покончить самоубийством в конце концов, и не один он. В чем же дело? Стоицизм отвечает на этот вопрос так, что мы не понимаем благо, благо скрыто от нас, мы видим частные проявления жизни, которые нам кажутся злом. Взыскательная душа начинает в этом сомневаться. Она задает вопрос, а может быть не только личное разрушение производит неправильный выбор, может быть это нечто большее, может быть зло присутствует в мире глубже. две великие традиции, которые идут как бы на смену стоицизму и в которой потом стоицизм сольется, дают ответ на этот вопрос. Это традиция неоплатонизма и традиция христианства. О них с вами будем говорить на двух следующих лекциях. Спасибо. Ну что, друзья, я думаю, что все так устали. Или вопросы хотите задавать, или спать хотите все. Спать, я уже вижу. Кто-то уже тихо уснул. Олег, вы не хотите спать еще? Нет, ну слава Богу. Ну хорошо, нет вопросов. Тогда встречаемся через две недели, мы продолжим этот разговор. Простите, если что не так. Я старался очень многое сделать в малом. это не всегда получалось. У вас есть вопросы? Что, есть вопросы? Есть. Что, нету? Ну есть. Был. Но, вы сказали, что поздний стоицизм, он же пересекается с христианством, получается. Еще как пересекается с христианством. Вот у меня был вопрос, повлияло ли христианство на стоицизм? А, это хороший вопрос на самом деле. Значит, поздний стоицизм действительно пересекается с христианством, причем пересекается, как говорится, даже формально. Ведь близкий родственник Сенеки, Галлион, был тем проконсулом Каринфа, который, собственно говоря, оправдал апостола Павла по деяниям апостолов. То есть, они вообще непосредственно соединяются. в проповеди Христа и особенно в посланиях апостолов Петра и Павла мы встречаем массу стоических аллюзий. То есть, ясно, что они знали о стоицизме, отлично изучали его в школе, особенно культурный Павел. Но народный, популярный стоицизм был известен, естественно, и Петру. И, в общем, это вот был такое вот единое поле. Но я бы так сказал, что, вы понимаете, я бы сказал в духе стоицизма, что само божественное первоначало готовило мир к принятию христианства. И стоицизм, так же, как, собственно, и академизм Платона и Аристотеля, это были вот те умозрительные подходы, которые позволили обществу потом не просто воспринять Христа, как великого чудотворца, а понять то, что он сделал. Вы же увидели, что в стоицизме огромный запрос на правду. Огромный запрос на правду. Конечно, там был этот импульс семитический, который был и во Христе, и он был через Зенона в стоицизме, но запрос намного шире, это запрос всего греко-рибского мира. И когда мир, вот, мир уже Римской империи, мир позднего эллинизма, исключил человека, обычного человека, из мира принятия решений, для человека, собственно, перед человеком оставалась альтернатива, которая перед нами сейчас находится в полной мере. Стать просто винтиком государственной машины, исполнять ее волю, часто совершенно ложную, часто совершенно преступную, или отчасти ложную, преступную, или остаться самим собой, даже рискуя пострадать, погибнуть, или, по крайней мере, быть выброшенным на периферию жизни. И уже киники и пикурейцы давали ответ на этот вопрос, но этот ответ был слишком экстремальный. Стоя давала ответ не экстремальный, но исключительно твердый. Исполняй все свои обязанности, не уходи ни в какую бочку, но при этом помни, что ты должен находиться только в мире с Богом, не в мире с правителем, не в мире с соседями, не в мире с своим хозяином, если ты раб. Ты должен находиться в мире с Богом и постольку, поскольку ты в мире с Богом, находиться в согласии волевом со своими людьми, которые вокруг тебя. А если нет, своим добром побеждай их зло. Вот это было то начало, которое требовало уже совсем немного. Люди говорили, а как это сделать? Теорию мы знаем, какова практика. Христианство давало эту практику. Если мы посмотрим очень многие притчи Евангелия, они же абсолютно стоические. Вот эта притча, например, о человек, который попал к разбойникам и нашелся этот милостивый самарянин. Это же идея всечеловеческого. Я, если угодно, удивительно, тот же Марк Аврелий, император, он же пишет о том, что ты гражданин великого града человек. Этот град весь мир. И он, будучи императором Рима, казалось бы, должен был быть римским патриотом, и там другие страны относились только как средства для распространения власти Рима, а он относился ко всему миру как к единому граду. И, соответственно, он был таким же благочестивым самарянином в отношении политическом. Но он император. А простой человек в обыденной жизни. То есть, понимаете, вот стоя готовила греческий мир, готовила греческий мир к проповеди Христа. Она не была бы услышана тогда. И вот поэтому, изучая историю, кстати говоря, я даже у этого Арнольда, это начало XX века, специалист по стою, он написал очень хорошее пожелание. Он сам богослов и христианский богослов. но он написал хорошее очень пожелание богословам. Очень желательно, чтобы современные богословы были бы лучше осведомлены философией, историей, которая более, чем любая иная была воспитательницей церкви. Вот, дорогие друзья, а, пожалуйста. Слушайте, жизнь только начинается. интересная мысль о том, что философия это кризис религии. Да. То есть, наверное, старая религия уже отходила в небытие, она уже была в кризисе и в это время как раз была философская мысль. То, что он называл, то, что Клянт называл словом Зевс, разумеется, был единый бог. Только он его называл традиционным им, потому что стойки в этом плане были конформистами. Они не пытались взрывать общество, они пытались его исправлять собой. Поэтому Зевс так Зевс. Пожалуйста. Ну да. И вот как раз всплеск этой философской мысли, которая, в общем-то, предшествовала появлению новой религии. А вы знаете, здесь даже можно посмотреть более непросто. Действительно, философия возникает как, если угодно, штопка на прорехе, которая образуется, когда народ теряет религиозную веру. Но в итоге философия помогает принять новую, более глубокую традицию и увидеть ее, главное, более глубоко. Вот христианское богословие, раннее патристика, о котором будем с вами говорить через лекцию, да и неоплатонизм, который, в общем, был достойным соперником христианства, надо сказать. Еще неизвестно, кто победил, но вот победило христианство. Вот эти обе традиции, обе эти великие традиции, это возвращение религии на совершенно другом уровне, на уровне глубокого философского, что такое богословие, это же философия о Боге, а ум глубокого умозрения. Нас только, к сожалению, часто не понимают. Спасибо. Еще коротенький вопросик, а то не засну, не успел записать достоинства, основные, мудрость, мужество и еще два. Слушайте, дайте я тогда, а вы в этот момент уснули, да, так сказать, А может быть, я уснул и не расслышал. Да, да, да. Значит, так, это аксион, основные расслышления, мужество, мудрость, справедливость, умеренность. Умеренность. А четыре основных беды, страх, да, да, вы записали, ну все. Отлично. Ну что, дорогие друзья, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!